Как же верно пишется «а» или «о»? Это последний вопрос, которым озадачились родители. В Уссурийске разгорелся скандал по поводу случая на одном из уроков в 14-й школе. Русский язык в 9-м классе. Учитель разбирает правописание бранного слова. Случайно, а быть может специально, видео снято и размещено в сети интернет. Случай стал поводом для родительского собрания. Факт остается фактом. Нарушение было. Отображение или рассмотрение лицензурного слова педагогам было. Это отрицать нельзя. Соответственно, было соответствующее служебное расследование, соответствующие меры реагирования. Во всех параллелях 10-х классов заменили преподавателя русского языка. Шла речь и о дисциплинарном взыскании для педагога. Но это видео снято в прошлом году. И по срокам давности сейчас наказывать учителя нельзя. Остается только проводить собрания с детьми и родителями. И улаживать конфликтную ситуацию. Подобных, кстати, в школах всегда предостаточно. Они могут быть и положительными, они могут быть отрицательными. Ими можно воспользоваться в различных смыслах. Кто-то выкручивает свои интересы. Бывают ситуации, которые требуют вмешательства и директора, и администрации. То есть нужно чувствовать эту тонкую грань, где есть правда, а где есть ложь, не истина. Ложь и истину в данной ситуации трудно отыскать. Родители, как и дети, разделились на два лагеря. Одни утверждают, что педагог сам написал слово, а впоследствии разобрал его правописание. Другие же уверены, что это провокация со стороны одного из учеников. И ведь у каждого участника скандала исключительно своя правда. Я, как мама, переживаю, чтобы не было разлада в классе. То, что эта ситуация произошла, но она уже произошла. И я, наверное, все-таки склоняюсь, что педагог в априоре такого делать не мог. Написать на доске самой и разобрать это слово, для меня это просто неприемлемо. Кто прав, а кто виноват в ситуации. Родители и ученики, и даже участники обсуждения случая в социальных сетях разделились на два лагеря. Однако важно помнить, есть нормы морали и этический кодекс, соблюдать которые должны и педагоги, и школьники, и непричастные к учебному процессу люди. Любое сказанное или написанное слово можно воспринять по-разному. Для одних оно бранное, другим послужит уроком. А третий, добавив всего лишь одну букву, получит ту самую популярность, известность или скандал. Только вот какой ценой далось это внимание? Ответ у каждого свой. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.